Пока болельщики вовсю раскупают билеты, на стадионе Самара-Арена работы переходят в финальную стадию. Готовность объекта уже более 70%. Весь процесс под постоянным контролем областных хвостей. Уже убрали временные опоры, завершается покраска металлоконструкции и фасада. Скоро начнется возведение козырька над трибунами АИЦ. До конца года планируется уложить игровое поле. А когда вы планируете поле постелить? Поле постелить в декабре. В общем, мы хотим, в декабре закончить всю работу. По полю. Ну, понятно, что реально будет. Поле... В общем, у нас есть график. Мы... График. Декабря. Точка. Дедлайк. Сегодня у нас 16-й. Сегодня 16-й. Времени, конечно, очень ограничено, мало. Но пока погода очень благоприятна стоит, можем работать. Одновременно планируется установить сидения на трибунах и осветительные приборы. Начать монтаж информационных табло. Еще один ключевой объект – больница имени Середавина. Одна из лучших клиник России обустроена по стандартам ФИФА. В больнице собран самый передовой опыт работы. Установлено современное оборудование премиум-класса. Медики прошли инструктаж, как работать в условиях чемпионата. В центре подготовки спортивных сборных затронули другую проблему. Недавно принят закон, по которому тренеры будут приведены под ведомство Министерства спорта. А значит, выходят из программы повышения зарплаты, предусмотренные указом президента. Для Самары это особенно актуальная проблема, учитывая, что в наследство от чемпионата городу достанется стадион мирового уровня. И нужно максимально использовать его спортивные возможности. Тренерский состав должен быть на высочайшем уровне. Поэтому все эти вопросы мы поднимаем. На следующей неделе мы поднимем еще этот вопрос. И будем уже координировать непосредственно власть на местах, субъекты федерации, где происходят изменения. Будем их координировать и будем включаться в этом уже на федеральном уровне. Впрочем, чемпионат не ограничивается площадкой футбольной арены. Город должен соответствовать мировым стандартам благоустройства. Сейчас завершается капитальный ремонт четвертой очереди набережной. Здесь заменили покрытие, уложили новый асфальт и тротуарную плитку. Обновили главный ее символ – ладью. К новым стандартам качества привели и площадь Куйбышева, где будет работать фан-зона чемпионата. Площадь уже прошла проверку боем. 7 ноября здесь прошел парад памяти. В общей сложности на самой большой площади Европы можно будет разместить 30 тысяч человек. Итоги визита обсуждали на совещании, которое провел глава региона Дмитрий Азаров. У нас ежедневно имеется информация по проведению работ не только по объектам, за которые отвечает Самарская область и регион, но и по объектам, которым определён федеральный заказчик. И, конечно, важнейший из них – это стадион Самара-Арена. Всё это создаст условия для того, чтобы отставание ликвидировать, для того, чтобы контрольным матчем чемпионата мира, который предполагается к проведению в апреле месяце, стадион был готов. Приятно видеть, что этот вопрос стоит сейчас на одном из первых вас мест. Я желаю вам только удачи, чтобы только в срок. Не сомневаюсь, что он будет сдан в срок. И надеемся, что крылья Совета выйдут всё-таки в Премьер-лигу. И стадион будет после проведения чемпионата мира, наверное, в Премьер-лиге и будет. Для Самары встретить и успешно провести чемпионат мира оценивается как стратегически важные задачи. Шесть матчей, которые пройдут на Самарском стадионе, соберут полмиллиона гостей. О городе узнают миллиарды болельщиков во всём мире. А грандиозные стройки, которые идут сейчас, останутся в наследство региону на многие десятилетия вперёд. Олег Зверев, Олеся Корецкая, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События.